И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в ARK Survival Evolved на сервере Анунаки. На сервере Анунаки... ой, с модом Анунаки на сервере Тамагочи. 390-го... вот. В общем, благодаря от Зака я нашёл... точнее, он нашёл, а я попытаюсь сейчас притомить, чемпион... ну, Кецель. Чемпион Кецель. Я попытался прочитать, но легче сказать, что чемпион Кецель просто. В общем, если фу, никто не притомит. Суть была в чьём история. Я томил... томил... собрался томить гигантозавра 545 лава, и начал к этому всё готовиться. Прям конкретно начал готовиться, но, к сожалению, на подготовку у меня ушло 4 часа. И, честно, я устал. Ну, 20 минут видео, и просто тупо подготовки и рассказов тут о том, о сём. Это глупо. Я решил, раз такая фигня началась, давайте-ка я нажму на стоп, удалю то видео, и, собственно, сделаю маленький обзор о том, кто такие бадасы, кто такой чемпион. Конечно, Прайма не найду, но про Прайма я расскажу в следующий раз. Вот. Ну, а сейчас я бегу на базу и быстренько всё найду. Кстати, я здесь немножко изменил себе графику. Давайте я побыстренько вам покажу. Вот такая вот графика. Вот, в основном, вот эти вот настройки я изменял. Как говорится, кто хочет посмотреть повнимательнее, перемотать чутка на цвет и нажмите на паузу. И посмотрите. Как вы видите, FPS остался всё тот же, пролаги всё те же, но дальность природцовки ядрёная. И спасибо людям со стрима. В общем, на стриме мы немножечко повозились, и, собственно, вот-вот, ну, пожалуйста, смотрите, какая картинка. И теперь офигеть, как леса. Леса у меня прорисованы на максимум. И это офигенно. Это офигенчиком. Самое главное, FPS, ну, уменьшилось на чуть-чуть, на пятюру, может, на максимум. И это кайф. Я бы даже сказал, она в некоторых местах даже лучше себя игра начала вести, нежели чисто на минималках. И это не шутка. Это реально не шутка. Допустим, вот эти вот пролаги, прорисованы, они действуют намного меньше. Ну да ладно. Тем временем пауза, загружаюсь и несусь, сломя голову. В общем, лечу, лечу и спотыкаясь. Лечу я на кец. Как вы видите, взял свою змейку, которую мне адзака очень душевно подарил. Честно, я рад, что он мне её подарил, потому что офигенно торпора даёт. Я её вкачал, сейчас она дамажит по 600. Я рассчитываю на то, что она теперь около 35, надеюсь, будет уже торпора выдавать. Поэтому я думаю, с одного, с двух ударов она точно оглушит. Ну, с двух так это точно, может даже и с одного. Ну, с двух так это точно. Она оглушит специально, я, по крайней мере, на это рассчитываю. Ну, по крайней мере, это всё фигня. Поставил я её на атаку, на агрессию. И, собственно, взял в лапы. Ничего больше и меньше. Как видите, платформу я сделал. Да, 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 рампы. Кстати, когда я спрашивал про рампы все дела, не знаю, говорил-то нет. Но я потом уже сижу, блин, рампы же, твою мать, ну это же рампа. Ввожу в поисковую рампу, оказывается, ко мне нет рампы. Да, это было у них всё, наклонная крыша. А я думал, что это рампа у всех одинаково. Вот, дебил, что поделать. В общем, вот такие вот дела. Ну, и вкратце о том, что было в той серии. Я понял, как лучше лутать, что мой бадас, этот анкилозавр, прям ядрёно добывает металл. И я вам потом в других каких-нибудь сериях покажу, где он ядрёно добывает металл. Вот, вот этот столик, видите, я поставил. Для чего я столик поставил? А чтобы забирать. Вкратце, смотрите. Лутаю анкилозавром. Он бежит такой, подбегает и... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Он подбегает ко мне и... Чё, вручную перекладывать? Ну, конечно, вручную. А с этим столиком я могу просто удалённо из его инвентаря забрать нужные мне ресурсы. И всё, прикиньте, и всё! То есть, мало того, что я его храню как в шкафу, так ещё и, наверное, дистанционно могу забрать. Но не в этом суть. Потом, подлетев уже ближе к базе... Вот он, вот он, вот он, кецель. Так. Отлично, только такая проблемка сейчас будет. Наверняка там плот внизу есть плохой. И он над водой сейчас будет лететь. Там плюс Рекс, и это очень фигово. Ладно, я думаю, мы как-нибудь со змейкой отобьёмся. Но надо подождать, пока он прилетит ко мне в другую сторону. Тихо-тихо-тихо-тихо. Она у меня на агрессии стоит, поэтому она сразу бомбанёт. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. А там торпорчик-то у неё хватит. У неё до этого-то торпора и ядрёна было. Она за 30-32 вроде бы оглушала в лёгкую. Сейчас, я думаю, около 35-ти должна быть. Ну ладно. Чё, рискнём. Рискнём. Такс, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай ещё разок. Ну куда-куда? Твою мать, вот это он шкарбанул. Погоди-ка, это случай мне... Ядрёный босс-птица. Шляпник типа. Да стой ты, нифига уж хребанул. У меня скоро с 200. Точно, это шляпник. А что, около него музыка не играет? Тихо-тихо. Вот шляпник это я точно задеть не хочу. Это ж будет обздец. И над водой я тебя тоже не хочу ударить. Так, шляпник, давай-ка ты, короче, отлетишь от меня, а я от тебя. Такс. Я не хочу его над водой приземлить. Почему? Ну это будет капсда полная. Сразу же. Это будет всё, это будет каюк. Он приземлится не то, что в воду, всё дела. Там сраного туча змей. Там очень всё фигово. И кто это там летает? А, Адзака летает. Нормально. Сраный орёл. По-другому не могу тебя назвать. У него, я думаю, так же, как и у черепахи, 10 триллионов хп. Так что я даже близко не хочу его задеть. Очкую. Ладно. Ну, бабахай! Давай, твою мать, бабахай, тигурю. Ну давай, ещё разочек. Он летит. Он летит. О, на меня летит. Иду на таран. Давай, 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 давай. Чуть-чуть. Оу, е. Ну бей! Бей, тупая змея! Ладно, ладно, ты не тупая, извини. Ну бей, блин. как увы ляда ты что творишь я короче если серии удастся значит я пойду от зак помогать дрэйка и ловить заодно может быть и снимем как ловить дрэйка а потом я сниму как его соло ловить вообще хоть понять как он ловит его есть фон еще не придумал да давай твою мать где слышь ты морда мохнатой бей отлично еще разок да нормально все блин что-то это вот это я вообще зацепила змеи то пофигу какой леву наш на агрессии стоит стой стой тихо тихо не влагай не влагай продвижайся продвижайся ну чё ты в натуре а ты чё обнаглел что ли ческоток должен был воткнуться в землю шлюпс разойди есть царя даму салянс прописали так что все нормально теперь можем племя обратно писать как раньше суда иди о еще один кицаль отлично только нафига мне этого нужно сейчас не вот этот нужен бей твою дивизию стоять стоять летающая ты утка ах ты леблять сюда сказал прошу сказал ко мне подошел подлетел слышь люблю духа стой вот встала башкой в скалу и стой бей еще разок жаль как пчела ты же змея ядрит тем адрит ну что ты не оглушаешь то не надо было тебя короче в коробку посадить короче и чтобы ты в коробке сидела и через дверные проемы оглушала ты щас там тоже долетаешься короче эти это глушу нафиг будешь летать здесь выпендриваться я не вижу и я очку прилетать сквозь так как она просто отцепится мне надо было в коробку надо было в коробку ребята делаете коробку сверху кицеля и с дверным проемом и через него назад вернулся отлично спасибо в 1 реально это сложно а звуки цели удобнее если сейчас все получится то все нормально пойдем пытаться дрэка вон он вон 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 вот отлично блин скотина тупоры ловен надо посмотреть еще там за кицаль это тяжело ловить его это тяжело мать его ловить в плане что торпор у него сраного туча бей твою мать воткнулась в стену и стой козел давай бей пока я добрый ну змея твою мать что творишь алёк эй мы типа там это можем сейчас оглушить выше что ли нужно давай выше подниму ниже что ли нужно ну давай ниже пыль пышусь ты тупая смирина ты не попадаешь я это вижу я это вижу что ты не попадаешь стой так ниже так это хуже чем вертолет в гта блин а его ненавидел всегда о пошла пошла жара ну давай еще разу отлично тихо 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 три ударного 3 мать его удара 3 мать его удара так 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 а металл 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 отлично отличненько так 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 тихо зависли Зависли. Так, 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 стоять. Ай, чёрт. Тебя побери мясо. Я надеюсь, что этим. Хоп! Если я грохнусь, твою мать! Слышь, козлина, жри, сказал. Использовать. 52, ну да, конечно. Я бы тут что-нибудь сделал. Так, жри, 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 давай, давай, давай. Пошла жара. Чёрт побери, как мне повезло, что у меня был седатив, наркотик в таком количестве. Вы посмотрите, как у него оглушение спадает. Ой, это уже скотина, сжарил 30 седатив, наркотик, и он... Офигеть, вы смотрите, как у него оглушение спадает. Он всего 390 в левле. Если топового томить, это просто обздая. Это сколько надо ему наркотика закинуть, да. Не, я понимаю, там можно было на один меньше заюзать, но всё же. Кстати, да, благодаря анкилозавру я понял, что с кристаллов можно ядрёное количество добывать грибов. Офигеть, просто кайф. Спасибо, Адзак, я огромное. И вообще просто супер. Отлично. Оу, еее. Вот это супер, 575 левел. Так, давайте сразу, характеристики глянем. 16,5, кстати, да, да, да. Вернёмся к этому, выносливость. Так, 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 вес 6,9. Вот это вообще, вот это зачёт, вот это супер. Вот это офигенно. Ааа. Нацить кастало. Текс на видео увидишь. Хе-хе-хе-хе. Ааа. Фух, в общем, притомили китсаля. Привёл я его на базу. И Адзака мне рассказал про жёлтеньких бадасов. И вот он один жёлтенький есть. И это полный обздец. Это тварь. У меня сожрала 3 банки и притомилась примерно процентов на... Эм... Ну, на 5, так. Так, короче, ну, максимум 10. Это полный обздец. Хе-хе. Сейчас иду томить, лутать банки седатив наркотика. И тут у нас зашёл разговор с Адзака о том, чем лучше томить. На что я ему говорю. Лучше томить банками. Эээ... Банка стратит 100 наркотиков. И даёт 40к. Торпора. 100 наркотиков даёт 4к торпора. Я даже ему расписал это. Ну, не знаю. 100 ударов в этот раз больше. Проко... Эээ... Эээ... Чувак, ты не видел, насколько там сбрасывается? Там сбрасывается... Аааа, там с... Сбрасывается... Ух... Так, эээ... Чё за фигня? А вот... В общем, я на паузу. Лутаться. Ну и, как я уже написал, на видео покажу, насколько это быстро торпор чёртов уходит. Это полный обздец. Я пока отбегал до базы, у него... Вот, то есть, вот. Он валялся здесь вот так. Вот, за этой постройкой. Я пока добежал до базы. Эээ... Зато её не сбить. А если взлагает так, как с гига у меня было, то... Пффф... Он точно так же встанет, и все трудонапрасно. Так что, уж лучше седатив наркотикам. Расходов в 10 раз меньше. И кайф намного больше. Вот, это глупый расход. Я ещё раз повторяю. Глупый расход. 100 наркоты даёт 4 тысячи. А те же самые 100 наркоты дают 40 тысяч. Даже если в это меньше расход, типа меньше, это псевдо-меньший расход, ты понимаешь? Я сейчас саму пытаюсь объяснить. Ты стопудово, что смотришь это видео, это псевдо-расход. Точнее, псевдо-экономия. Ты это поймёшь, когда начнёшь томить таких вот дебилов, блин. Когда ты понимаешь, что просто не успевает. И есть в тебя была такая фигня, то, что как у меня с гигой, когда просто, типа, торпор есть, а тут бах, и у него оказывается 3 тысячи, или сколько там было, 6 тысяч. И всё, и я чуть ли не профукал гигу. Ты поймёшь, что с наркотой шутки плохо. Вот, ладно, всё, пошёл, короче. Не, ну, короче, извиняйте, но я не мог это не показать. Вы посмотрите, какая эпичная битва. Там был Альфа-Носорог, сейчас Синий Дрейк, Мегапитек, Раптор. Ой, там ещё и красный волк, что ли? Ёшкин, Макарёшкин, ты посмотри-ка. Ай ты, блин, я ж ничего не вижу. Но там, походу, ещё и красный волк бегает. Твою мать, это... Это, блин, я ни черта не вижу, вырубит тупая труба. А-а-а, ненавижу эти пролаги, но в целом это, конечно, полный обздец. Так, ну-ка. Я хочу это глянуть. А ничего, его завалили уже, что ли? Слышь, обезьяны долбанные. Ну, взяли, его завалили. Валить, короче, надо отсюда. Валить. Так, ну, вроде, в общем, накопил немного я ресурсов, потратил я в итоге на это около полтора часа на всё это дело. И довольно-таки нехило, как видите, грибочки у меня добываются. И, кстати, я не понимаю, сейчас он меньше этот тратит. Ну, кстати, давайте попробуем использовать чисто наркотики. Посмотрим, как он прибавляет, либо убавляет. Не, он медленнее, он медленнее прибавляет, чем нежели в другом положении. Так, а, во, провод был отлично. Честно, если честно, то я прям до жути как очкую. Так, давайте-ка я вот это вот и всё уберу. Твою мать, ещё эти лаги, это просто я биздец какой-то. Для чего я сейчас убрал всё? На тот случай, если у меня залагает, и он резко проснётся, то всё будет пучком. Посмотрим, насколько это даст мне эффектом. Уменьшает ли или же нет? Сейчас она закончится, короче, и посмотрим. Ну, в целом, что я могу сказать? Пока что такая фигня работает. И реально всё, что я тогда ему дал, пока что ему больше и не нужно. В том плане, что наркотикам закидали больше не нужно. Я ему, сказать, слишком много вкинул. Я хотел как вкинуть определённое количество и посмотреть, когда он начнёт убавляться, резко убавиться как тогда или нет. Или же тогда просто был единичный бак. И мне реально больше не нужно очковать настолько, что просто бах и всё. Кранты. Ну, тогда было реально просто бах, и у него там несколько тысяч сразу за секунду он торпора ушло. Это хорошо, если был-то это только бак. И мне повезло, что я этот бак успел пресечь. И да, реально такой канает, просто наркотики можно закинуть и всё. Это неплохо. Оп, пролаг, пролаг, пролаг. Осталось, в общем, ещё только красного. Кстати, пока я тут туда-сюда с этой наркотой возился, мне Адзака притащил на базу Альфа этого Аргентависа. Так что мы и его посмотрим. Вот, и серия, походу, дело конкретно прям затянется за 30 минут. Эй, давай заходи к нему. Эй, инвентарь, 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 фу ты, господи. Так, ну что, всё ещё в плюс идёт, отлично. Отлично. Отлично, тогда просто был бак, и можно не бояться, оказывается. Фу, слава богу. Слава богу. Да, такая фигня реально канает, это хорошо. Значит, намного меньше расходов будет. Значит, мне этих бутылей хватит очень надолго. Но нужно будет всё равно цветков и так далее подлутать. Хотя вот грибов я лутаю очень много. Пошёл, залутал 12 тысяч металла и 640 грибов налутал. Вот такие вот там делюшки. Так что вполне неплохо. Такс, ну ладно. С тобой мы потом разберёмся. Вот, ну а пока я пошёл за красным. Кем-нибудь. Ну что, народ. В общем, собрал гей всех. Не сам. Благодаря Адзака. Потому что это полный кошмар, как это всё выглядит. Но, наконец-то, они все собраны. И, чёрт побери, потратив 10 часов за сегодня, я, наконец-то, запишу серию. Вот. И, кстати, эта серия будет сегодня. Поэтому мне ещё придётся сегодня мучиться и мучиться записывать. Но не об этом сейчас. В общем, есть три вида бадасов. Зелёный. Красный. Синий. Но они, смотрите, есть двух видов. Синий и белый. Суть у них одинаковая. И жёлтый, коричневый. Ну, в общем, суть вы поняли. Примерно такая расцветка и идёт. Отличаются они чем? Зелёный вызывает торпор. То есть, оглушение. То есть, он отравляет противника. Ну, собственно, это вы все прекрасно знаете. Красный. Он же поджигает своих врагов. Что, тем самым, наносит дополнительный урон своим врагам. Синий или же белый. Они, помимо того, что появляется аура. Видите, в левом нижнем углу. Сейчас я вам покажу. И, как говорится, докажу. Смотрите. Сопротивление холода. 266. Но только появляется эта аура. Не том. И опять снова не том. Становится 360. 360... Ой, 368 было. А, было 268. В общем, плюс стоят защиты от холода. Но. При дамаге по врагу. Они наносят урон такой же. Но, получается, они замедляют врагам. То есть, он становится медленнее. Медленнее двигается. И так далее. И вот эти вот парни. Жёлтенькие. Насколько я знаю. Они усыпляют. Вот, кстати, я ещё не тестил. Давайте сейчас с вами затестим. Они, вроде бы, точно так же усыпляют врагов. Но посмотрим, что в итоге сейчас будет. Как видите, это именно бадас. Да, то, что он очень огромный. Вот, бадас. Где такой рус? Он не красный. Он не зелёный. Он не синий. То есть, он именно другого цвета. Что означает? Он именно такого цвета, какой... Твою мать, не достал. Стой! Стой, попрыгунь, это долбанное. Бабамс! Что-то никакого эффекта не даёт. Давайте искать какую-нибудь цель помедленнее. Такс, к примеру. Ой. Что-то как-то так явно не очень было смотреться. Фух! Сейчас проверим. Ну вот, собственно, и обсудили. Ресурсы он, скотина, не добывает. Такой бадас. И, как Адзака говорит, он дамажит и отталкивает. Давайте посмотрим, что это отталкивает. Я почти угадал с кнопкой. Блин, скотина и сам отталкивает. В общем, боевой... Деды Курус. В общем, толку от него, я бы так сказал, ну, не сильно многовато. Но, если, допустим, не такого бадас брать, а именно нормального, то будет довольно-таки неплохой толк. Просто эта скотина у меня тут мешается. Стоит прям... Я зря, я думаю, сейчас добываю ресурсы, да, вот свою. Ну ладно, что поделать, уже почти добыл. Прям чуть-чуть, два удара, три, два... Вот, всё, закончил. Закончили упражнение. Вот. В общем, если томить босяого такого, то есть, допустим, Рекс, или бы ещё кого-то, ну такого, боевого, то есть смысл от таких бадасов. Но, к сожалению, те, которые лутают, от них мы получаем только косяк. Я бы так сказал. Вот, давайте посмотрим ещё раз, отталкивает ли он... Да твою мать, что же я вечно живу-то не ту кнопку. Блин, заваншотил. Ой. Да ладно, он ресурс. Подожди, он же не должен добывать, по сути, это мясо. Или что, он мясо умеет теперь отрывать? Ну-ка, давайте-ка проверим. То есть, эта бада становится чисто боевым. Да, вот он немного отталкивает и становится чисто боевым. Не знаю, как насчёт этого, но... То есть, может и обычный делик урод может отталкивать, но, как бы, суть в том, что он добывает мясо. Надо, короче, проверить его обычному. Благо, у меня колобочек-то есть. Сейчас проверим. Кстати, когда улучшаешь, он точно так же действительно двигается, то есть, обычные бадасы, они не двигаются, то есть, при улучшении, а это двигается. То есть, по сути, это просто апнутый. Вот смотрите. Ой, блин. Так. Лежневой. Смотрите. Он точно так же двигается, как обычный делик урод. То есть, по сути, это обычный, обычный динозавр, только апнутый, и у него отняли возможность добывать ресурсы. Офигеть. Вот такие вот дела. Ага. Я забагал игру. Хе-хе-хе. Я отменял эту анимацию. Но ресурсы он добывает с трупов. Это офигенно. Давайте посмотрим, как действует обычный. Так, ну давайте смотреть. Не добывает. А, кстати, то, что отталкивает, это и обычный тоже может. Он немного, так сказать, отталкивает от тебя, и все нормально. Так, еще победил. Вот. Но из отличительных черт, когда на большой пробегает, то есть прокатываются мимо динозавров, он их цепляет. Когда вот этот маленький, обычный, он их не цепляет. То есть, дамаг больше, возможности отталкивания под вопросом, и... И что еще? И отсутствие добычи ресурсов. Ну и добыча даже мяса с динозавров. Вот такие вот дела. Вот такой вот, так сказать, желтый бадасик. Давайте смотреть дальше. Кстати, только сказал, что мелкий не цепляет, ты сразу зацепил носорога. Так что мелкий точно так же цепляет. В общем, из добавленных, это то, что он может добывать мясо с трупов, и то, что... имеет больше дамага, но опять-таки же дамаг, это уже под вопросом. Так что, пишите в комментариях ваше мнение и ваше наблюдение по белым или, как они, желтые бадасы. Вот такие, собственно, три... О, четыре вида бадасов мы имеем. Такой вид еще под вопросом, а с этими видами все и так понятно. Кстати, давайте-ка проверим. Вот у тебя есть какая-нибудь аура типа защита от жары, все дела? Так, допустим... Так, ну давай-ка отлечим подальше, чтобы ауры никакие на нас не действовали. Допустим... Вот сейчас отбегу подальше. Такс, и мы имеем 154 защиты с определения жаре. То есть, по сути, с определения жаре я ни у кого и не заметил-то? Да, так же 154, 266 так и осталось. Хм, интересно. Чё, это никому не добавили такого? Я уже думал, как бы у огненного такая фигня есть, но да ладно. Нет, так нет, как говорится. Такс, ну-ка, а у тебя, может, у тебя есть? Нет? О, а, ну это аура задействовалась, это я потому, что мимо пробежал. Ну, а тем временем у нас вечереет, но мы продолжаем. Вот такой чемпион Кеца, вы видели, как я его томил и что, да как, да где. Как вы уже знаете, он имеет у себя внутри верстак. Ну, если вы не знаете, то, надеюсь, догадались. Он имеет у себя внутри верстак, что довольно-таки нехило облегчает порой нам какое-либо действие. То есть, мы уже можем использовать верстак внутри нашего Кецаля. Он имеет больший вес, здоровье нехилое, выносливость ядреная и что еще? Да и все, пожалуй, а, ну урод, наверное, еще, да. А также он имеет огромное количество оглушений, 112,5 тысяч оглушений. Это очень много. Это учитывая, что я ему еще ничего не вкачивал, как видите, десяточка. Если вкачаю еще бутылем на XP, то там конкретно будет чувак. Ну, я думаю, также ему 200 скорость вкачать, потому что с такой скоростью, где он, господин, вот 136,5% он летает точно так же быстро, как обычный Кецаль с 200%. А выводы уже делайте сами. Ну, а быстрый Кецаль это хороший Кецаль. Вот, ну, может, до 150 догоню, там уже будет видно. А вес качать, это, так сказать, хорошее дело. Ну, и здоровица. Кстати, давайте мы увеличим здоровица. Три соточки, нормально. Выносливость, восемь соточек, неплохо. вес, две соточки, неплохо. Скорость, ну, точно так же. Давайте вот так до 150 сейчас догоним. Вот так вот, ровненько. И все посмотрели, и вкачали то, что нужно. Вот такие вот дела. Кстати, глаза у него, у этого почему-то не блестят. То есть, огня от них нету. Но если влететь, когда он влетит, то, как вы видите, у него иногда пламя горит. Не знаю, с чем это связано. Возможно, у этого такой баг. Но в целом у них огонь из глаз, так же, как и у альфачей. То есть, по простому говоря, у кецели нету альфа. У них идут чемпионы. Есть вот такой вот альфа аргентавис. Он тоже, конечно же, ядрёнее в этом плане. То есть, у него больше здоровья, больше выносливость, кислород. То есть, все параметры у него намного больше идут. Так, какой у тебя левел? 328. Давайте сравнивать. Так, так, 637. О, допустим, у этого тоже ничего не вкачано, но он водас всё-таки, как ни крути. И давайте смотреть, сравнивать между ними. 6, 7, полторы, 20 тысяча. Давайте посмотрим здесь. А у того я вроде бы что-то вкачивал, но не вкачивал. 6... Ага, выносливость у того больше, кислорода больше, еды больше, веса больше и так далее. Ну, в целом, он действует как некий бадаш. Но опять-таки же, смотрите, у этого-то левел, чёрт побери, 328, а у этого 637. А по параметрам, они, можно так сказать, ну, он чуть-чуть отстаёт. Но опять-таки же, это учитывать нужно ещё и дамаг, и так далее. Так же, как вариант, они и летают быстрее. Так, ну-ка давайте-ка, 181. Но это вот 600%, так что он без вариантов он будет дамажить даже почти 700%. Он из вариантов будет дамажить больше, так что тут как бы и к гадалке не ходи. Ну-ка. Да, 258, и плюс ещё эффект горения ему выдаёт. Так что тоже вполне себе неплохо. Но опять-таки же, это альфач. И альфа, это все равно поприкольнее, нежели просто ты, раскраска, просто посмотрите, какая у него, чёрт побери, раскраска. Вот эти вот кончики крыльев красные, это, конечно, да. Кстати, а здесь сколько? Ну, 454. Дамаг, я думаю, у них, что у бадасов, что у альфачей примерно одинаково. Ну и есть вот такого-то альфа-спинозавра. Это, конечно, отдельная история. Опять-таки же, что альфа-аргентависа, что красного, красного, господи, ну альфа-аргентависа и спинозавра, альфа-спинозавра мне подарил адзака, альфа-аргентависа и чемпиона мне помог найти адзака, ну а бадас-дедикулуса он мне притащил на базу. Ну, такие вот дела. Ну и спина, спина, это, конечно, отдельная история. Это такое ядрёное ядрить машина, по-другому не назвать, просто 327-й левел. Здоровья у него дофигища, дамага, тем более, скорость я ему вообще не вижу смысла качать, вес тоже. То есть, ему можно вкачивать здоровье. Я нажал. Я нажал, кстати, он ему что-то уже вкачивал. Или я вкачивал. Я говорю, я нажал. А, вот. Он прибавляет по 500 и урон. Ну, тоже так довольно-таки нехило прибавляет. Так вот. Также, из-за особенностей, понятное дело, как обычно, спина он умеет плавать. Причем, нормально. Сейчас только пролагается. При заходе в воду у меня всегда текстура прогружается. Вот. Довольно-таки неплохо плавает. И в целом все просто замечательно. Дамажит он тоже много. Ну, даже так же из-за особенностей он умеет рычать. На правую кнопку мыши довольно-таки угрожающе рычит. Давайте, как говорится, спину-то мы ни разу не видели. Лечь ничего. Удар ничего. Shift на этот порядный бег и контроль ничего. То есть, по сути, просто обычный крик. Оглушаем врага типа и дамажим. Да может он довольно-таки быстро, что довольно-таки неплохо. Вот такие вот дела, народ. В общем, вот такие вот мои наблюдения за бадасами, за альфачами и за чемпионами. Есть еще, конечно, прайм альфа. Их очень много, но они не томятся. И они имеют, допустим, я смотрел у волка, у него семь миллионов, ой, семьсот тысяч или семь миллионов, семьсот тысяч вроде бы здоровья было. Да, семьсот тысяч здоровья у него было. Ну, сами понимаете, то есть, семьсот тысяч, это, допустим, мне с пенозавром нужно нанести тысячу дамага. Поэтому, понятное дело, надо гигой валить, либо литунами, типа дрейк, либо виверна. Вот такие вот дела, в общем, народ. И вот такие вот у нас имеются динозавры. О, яйцо. Ты что, женский рот, что ли? О, точнее. О, точно, прикол. Ты, мужик, прикол, в натуре. Надо будет вас крестить и посмотреть, что будет из того, что я скрещу именно бадасов. Вылупится кто? Вообще, интересно, кто какой-то новый вид выйдет? Выйдет какой-то из этих видов? Или вообще вылупится обычный птер, ой, аргентавис, и все. Это, кстати, этому, я думаю, есть смысл посвятить отдельную серию. Тем более, я уже знаю, как вылуплять яйца. У меня, кстати, есть яйцо кецаля. Я обычных скрестил, и посмотрим, как оно вылупится. Вот. Ну, а на этом я уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. В общем, народ, всем удачи, и всем пока, до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok